Как я уже говорил, это время. У нас молитвы, поездки по Америке, по многим местам. И мы приехали сюда, в Сиэтл, с Татьяной Джошуей, с родственниками, с Татьянами. И мы молимся за их успех, за их работу, за их участие. И самое важное, что мы приехали сюда, чтобы познакомиться с общиной, которая помогла нам в нашей работе в Одессе. Дорогие друзья, мы побывали сейчас в Бейт, в Хатиква Ковергейшн, община, которая названием Надежда, Дом Надежды. Вот такой небольшой у них домик, и молитва, и община, по духу, как наша община. Я скажу так, что мы были рады в прославлении, в поклонении, в молитвах. Живая община, около 200 человек, 20 с лишним, дети, молодежь и полный зал. Это самое интересное. Это Сиэтл, через иллюминатор старого корабля. Заброшенный здесь камыш, старый пирс, столбы, которые остались напоминанием. Для нас тоже это напоминание, как через иллюминатор старой жизни, и мы смотрим на будущее прекрасное, вспоминая о том, что мы кем добыли, что Бог нас взял из старого мира, и у нас новый, другой. Знаете, мне вот этот вид, который перед нами, напоминает немножко, как бы так, записание, что новый город, золотой, прекрасный. И действительно, в лучах этого солнца Сиэтл смотрится очень красиво. Вечерний Сиэтл в золотистом оттенке заката. Это прекрасное место, и Бог дал возможность помолиться здесь, в этом месте. А вопрос милости, благодати для тех, кто в диаспоре живут здесь, в Сиэтле, просим для них искупление милости, благодати и мессианская община, которая здесь, в Сиэтле, могла бы процветать и процветать Евангелие. Не процветание, а милости Божией для тех, кто нуждается, а там нуждается всех. Пусть Бог благословит всех тех, кто трудится на небе Божьем, по славу Его. Аминь.